Валерий Золотухин В последней новости о Сосопе в Лиашвиле, которого в Грузии объявили в заказном убийстве или не обвинили. Спасение рыбаков и куршатой косы в российской Прибалтике и уборка на озере Байкал. Репортаж нашего Сапкора из Листрянки. Почему наш Нобелевский лауре Аджарес Алферов вышел из Общественного совета Министерства науки и образования? Против чего он протестует? Ждем его на сеанс прямой связи. Как это Украина собирается получать газ не из России, а из Европы? И почему Газпром не волнует ни это, ни сланцевый газ из США, ни сжиженный? Интервью с Алексеем Миллером на центральном диспетчерском пульте. Какая Россия бывает летом? Репортаж из Владимирской области, где в новые губернаторы теперь пробуется Светлана Орлова. Как она, приехавшая из Москвы, собирается снижать тарифы на ЖКХ? И по долинам, и по взгорьям шла дивизия вперед. Истинное происхождение знаменитой красноармейской песни. Специальный репортаж, снимавшийся на Кубани, в Париже и во Владивостоке. Ну, сначала реальная весть. На 72-м году умер Валерий Золотухин, актер театра и кино. Последние две недели он провел в больнице, тяжело болел. И вот на днях его состояние ухудшилось. Свою жизнь искусству он посвятил еще в конце 90-х. Поступил в ГИТИС, а выпускником пошел в театр на Таганке, где послужил, вдумайтесь, полвека. Всесоюзное признание и любовь миллионов зрителей Золотухина принес. Кинематограф, конечно. Фильм с его участием, это «Хозяин тайги», «Чародеи». Единственный сказ про то, как царь Петра Рапа женил. Они стали классикой. Он создавал и воплощал образы, по которым сегодня учат студентов-актеров, от никогда не унывающего рядового бомбараша до гениального и беспечного Моцарта. Теперь главная мировая новость. Северная Корея вступила в состояние войны против Южной. По крайней мере, именно так заявление Центрального телеграфного агентства КНДР было переведено по утру. К этому часу выяснилось, что в оригинальном тексте говорилось, что Северная Корея будет действовать по законам военного времени. Но даже это не отменяет второй части заявления. А в Пхеньяне сказали, что в случае провокации против него, все это может перерасти в, цитата, полномасштабную и даже ядерную войну. О том, чего же хочет от своего народа и соседей, таких как мы, новый молодой вождь, наш Сапкур в Северо-Восточной Азии Сергей Менгажев. Специальное заявление Пхеньяна о том, что он вступает в состояние войны с Югом, было обнародовано сегодня утром. Северокорейские войска отныне готовы развернуть полномасштабные боевые действия в случае малейшей провокации со стороны соседа. Под провокациями Пхеньян подразумевает любые действия военного характера в районе демилитаризованной зоны, которая делит корейский полуостров по 38-й параллели. Накануне руководитель КНДР Ким Чен Игин дал приказ привести в состояние боевой готовности все ракетные установки, объявив, что они нацелены на базы Пентагона от Южной Кореи до Тихого океана и даже основной части США, включая Вашингтон. Накануне на площади Ким Ирсена в центре Пхеньяна прошел военный парад с участием около 100 тысяч человек, которые несли плакаты и транспаранты с антиамериканскими и антиюжнокорейскими лозунгами. Верховное руководство КНДР, между тем, последнюю неделю почти каждый день появляется на экранах северокорейского телевидения в окружении военных на южных рубежах страны. Руководитель Ким Чен Игин лично командует учениями и раздает советы офицерам. В США и Южной Корее, по крайней мере, до последнего времени, подтверждали, вооруженные силы КНДР действительно приведены в состоянии готовности, но на подготовку к полномасштабной войне это пока не похоже. Воинственную риторику и демонстрацию военной силы там все еще считают формой психологического давления и реакцией на последнюю резолюцию Совета безопасности ООН с осуждением КНДР за недавние ракетные и ядерные испытания. Поводом для новых воинственных заявлений Пхеньяна стали учения вооруженных сил Южной Кореи и США. Больше всего северокорейцев возмутило переброской Соединенных Штатов стратегических бомбардировщиков Б-52 и антирадарных самолетов Б-2. Способный нести ядерное оружие, бомбардировщик Стелс на этой неделе впервые сбросил холостой снаряд и поразил учебную цель на одном из южнокорейских полигонов. При этом в США не скрывают, что переброска этих самолетов, как и сами учения, являются элементом сдерживания и фактором безопасности на корейском полуострове. Сергей Менгажев, Восточно-Азиатское бюро вестей. Ну, не будем забывать, что несколько недель назад и Россия голосовала совбези ООН за новые санкции в отношении КНДР. Мы, как ближайшие соседи корейцев, тем более не в восторге от ядерных и ракетных испытаний. Но нынешние учения США и Южной Кореи в Москве в свою очередь назвали неосмотрительными и вызывающими. Что ж, коротко о других событиях. Это суббота вокруг света за 80 секунд. Противоречивые новости приходят этим утром о Сосопове Ашвили. С утра, со ссылкой на 9 канал грузинского телевидения, Интерфакс сообщил, что в Тбилиси против него заведено уголовное дело по заказному убийству в ноябре прошлого года местного предпринимателя. Причем, позже тоже агентство Интерфакс, со ссылкой на главного прокурора Грузии, опровергло факт возбуждения дела против певца. Как сообщили нашему телеканалу в окружении самого Павлиашвили, и он сам, все обвинения против него ничто иное, как абсурд. В Калининградской области сотрудники МЧС спасли почти полсотни рыбаков с дрейфующей динами. После того, как в Куршском заливе раскололся и треснул лед. Все благополучно эвакуировано, но теперь пострадавшим придется заплатить штраф. Выходить на лед весной в регионе запрещено. Гонки судов по замерзшей Волге. В Нижнем Новгороде стартовала всероссийская регата «Амфибий». В мероприятии принимают участие ведущие российские производители судов на воздушной подушке. За главный приз борются 15 экипажей, а по завершении первенства состоится катание для зрителей. Ну и новость, на которой остановимся подробнее. Сегодня акцией «Чистый лед Байкала» стартовал второй уже сезон работы добровольцев-чистильщиков Священного озера и его берегов. Несмотря на холод и ветер, на берег вышли более 200 волонтеров. Из Иркутской области наш Сапкор Илья Буклов. В очередь за перчатками и мешками для мусора выстроились участники акции «Чистый лед Байкала». Перед тем, как приступить к уборке, каждый проходит инструктаж. Важно помнить, что собирать нужно только неорганический мусор. Стекло, жесть и полиэтилен – все это вскоре может оказаться на дне озера. Мусор туристы оставляют и на суше, и на льду, поэтому волонтеры делятся на группы и отправляются на уборку. Я очень люблю Байкал, поэтому считаю, что это мой личный долг. Дарья и Анна уверены, потратить несколько часов в год таким образом может каждый. Девушки из тех, кого не напугал ни байкальский ветер, ни сам процесс сбора мусора. Приехали с друзьями, под музычку весело взяли, убрались. Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала и сегодня является его визитной карточкой. Точной статистики о том, сколько туристов бывают здесь ежегодно, нет. Но известно, что это самый посещаемый населенный пункт в регионе. Это что-то вроде нового вида экологического туризма. Люди приезжают иногда за тысячи километров, чтобы увидеть еще покрытый льдом Байкал, а заодно и принять участие в уборке. Тяжелой работы они это не считают. Наоборот, легкая прогулка с пользой для здоровья и экологии. Главная задача волонтеров не только навести порядок, но и привлечь внимание окружающих к проблемам самого глубокого и чистого озера на планете. Исследователь и директор Байкальского музея Владимир Фиалков на дне озера бывал много раз. Говорит, лишней для прибрежной зоны эта уборка точно не будет. Людей приходит сюда много, а это все еще неорганизованное. Поэтому мусор выбрасывается, где удобно, там и выбросили. Это все нужно, конечно, всю инфраструктуру по уборке мусора развивать. Акция «Чистый лед Байкала» состоит из двух этапов. Сегодня ее участники собирают мусор в Листвянке, а через неделю волонтеры наведут порядок уже на другом берегу в Бурятии. Илья Буклов, Эдуард Чужий, Виктор Стротский. Вести. Озеро Байкал. Ну и о том, что еще зрители Вести в субботу ждет уже этим вечером. Тем более, что он действительно уже наступил по ту сторону Урала. Почему наш Нобелевский лауреат Жарес Алферов вышел из Общественного совета Министерства науки и образования? Против чего он протестует? Ждем его на сеанс прямой связи. Как это Украина собирается получать газ не из России, а из Европы? И почему «Газпром» не волнует ни это, ни сланцевый газ из США, ни сжиженный? Интервью с Алексеем Миллером на центральном диспетчерском пульте. Какая Россия бывает летом? Репортаж из Владимирской области, где в новые губернаторы теперь пробуется Светлана Орлова. Как она, приехавшая из Москвы, собирается снижать тарифы на ЖКХ? И по долинам и по взгориям шла дивизия «Вперед!» Истинное происхождение знаменитой красноармейской песни. Специальный репортаж, снимавшийся на Кубани, в Париже и во Владивостоке. Ну и перед тем, как обратиться к академику Алферову, вопрос зрителям. А за что он получил Нобелевскую премию? Было это за разработку полупроводниковых гетероструктур? За создание быстрых оптокомпонентов или микроэлектронных компонентов? Ответ уже этим вечером. Действительно вечером, а в завершении этого дневного новостного блока обратимся к нашему экономисту Марии Бондаревой, у которой, несмотря на выходной, сегодня много новостей. Что же может заботить Машу? Продолжают сметания в Евросоюзе не иначе? Сергей, именно. И вновь новости с Кипра. Часть вкладов в Бенка Сайпрос обменяют на его же акции. Речь идет о 40% от объема вкладов, превышающих 100 тысяч евро. Но остальных 60% своих денег держателя депозитов могут лишиться и вовсе безвозвратно. Официальных заявлений ждут как раз сегодня. Маша, куда же теперь перетекут деньги? Вот на днях было сообщение, что Европейский Центробанк запретил принимать русские деньги с Кипробанком в Латвии. Так это? Сергей, такие случаи в прессе действительно ходили, но латвийский премьер-министр все отрицает. Но тем временем появились уже новые случаи, что на фоне всего происходящего Латвию не ждут в еврозоне. Но ведь и среди действующих членов еврозоны, я так понял, что на следующей неделе может появиться новый Кипр. Да, следующим Кипром уже называют Словению. Международный валютный фонд сообщает, что более 20% кредитов в трех крупнейших банках страны невозвратны, и это в рознице. В корпорациях цифры еще больше, 30%. А еще есть Румыния не в еврозоне, но тоже, как это ни странно, в Евросоюзе. Там небывалый наплыв желающих забрать деньги из банков. Но все дело в том, что основным акционером банка «Морфин Романия» является Народный банк Кипра. Вот тот самый, который и решено ликвидировать. Маша, теперь я вернусь к вопросу, который гложет наших зрителей с момента, когда вы появились на экране этим утром. Откуда этот загар? Сергей, вы видели план командировок, я уже говорила, была в Африке. Это где президент Путин вспомнил про Большую Пятерку? Совершенно верно. Президент вспомнил, что в эту пятерку входят слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Вот только Путин не уточнил, кто из них, какое олицетворяет страну БРИКС. А это ведь саммит этой организации проходило в Южной Африке, в Дурбане. Маша, какие у вас впечатления? Говорят, что с организацией это там было не очень. Ну, если честно, такого новобранцу БРИКС, как ЮАР, в этом вопросе еще явно есть над чем поработать и куда подтянуться. Ну, как подтянуться надо и всем нам в вопросе о создании независимого от Запада, как это подчеркивается, и Международного валютного фонда общего банка. Да, эту тему там же, в Африке, мы подробно обсудили с министром финансов Антоном Силуановым. Сразу скажу, что от создания банка развития не отказались, но нюансов слишком много. Для финансирования крупных инфраструктурных проектов капитал банка должен достигать 50 миллиардов долларов. Ну, почему именно долларов? Лучше уж тогда в национальных валютах. Но не у всех валют стран БРИКС свободный курс. Ну, потом, например, каждый четвертый доллар, который за границей вложили США, в Бразилии. Ну, тоже фактор. Но, тем не менее, как я уже говорила, работа по созданию банка будет продолжена. Маша, а что же это за исследование Оксфордского университета вреди денег? Разве такое возможно? Ну, не поверите, Сергей, но возможно. Профессор Ян Топсон проанализировал деньги всех стран мира на количество бактерий. Оказалось, хуже всего дела у датских банкнот. На них может жить до 40 тысяч микробов. Ну, а самые чистые деньги, они же самые молодые, это евро, всего 11 тысяч. А вот на рубле 30 тысяч. Ну, вот видите, мы как раз посерединке. И что у нас в целом? Пакеты, Сергей. Социальные? Нет, обычные полиэтиленовые эксперты почитали, что именно они сейчас самый продаваемый товар в российских магазинах. Так они же вроде бы обычно бесплатные. Сергей, я уже поняла, что продукты вы давно не покупали, ведь еще в 2008 году, когда грянул кризис, многие торговые сети в целях экономии отказались от бесплатных пакетов. Маленькие в среднем стали стоить полтора рубля. Но только кризис уже прошел, а за тару платить все приходится. На первый взгляд, это мелочь, а вот за год минимальная выручка от продажи этих пакетов. 900 миллионов рублей. Ну, а если на них еще и рекламу разместить? Маша, вы меня подталкиваете просто вот к тому, чтобы я начал помогать жене. Спасибо вам за ценный совет. Ну и о том, что зрители канала «Россия» ждет завтра вечером в Вести Неделин Дмитрием Киселевым. Итак, в воскресенье в 20 часов. Березовский с петлей на шее. Там был человек, который помог ему уйти из жизни. Как противоречит сама себе британская полиция? Территория вокруг особняка отцеплена. Почему англичанам было выгодно убить его? Все его махинации начали всплывать. Взять чужое, значит украсть. Такое происходит впервые в истории. Как Евросоюз украл миллиарды? Чем воздастся этот грех? Что будет теперь с Кипром, который ничего не нарушал? У нас нет будущего в Евросоюзе. Как министр образования у академиков прощения просил? Не думаю, что мои слова могли обидеть. Мог бы быть сдержаннее. В споре виноват умнейший. И есть ли за что извиняться самим академикам? Это чушь собачья. Так кто победит? Что думают наши самоеды про нынешнюю Россию? Не оленям единым, а чем тогда? Как сберечь таких россиян? И что они предлагают сами? Поединиться и помочь нам. Съезд народов с севера на Ямале. Вести недели, воскресенье, 20.00. Ну а сейчас на канале России вести вашего региона. В столице это вести Москва с Екатериной Коноваловой. Она уже такая летняя. Мы же вести в субботу прощаемся с вами до 20.00, когда в эфир выйдет наш большой вечерний выпуск. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok и весь день осадки. Испортится погода в центре. Здесь усилится ветер, пройдет мокрый снег в перемешку с дождем. Ну а днем от минус 1 до плюс 4. В северо-западном районе тоже около нуля и мокрый снег. Снежно будет на севере. На Кольском полуострове до 5 мороза. В Архангельской и Вологодской областях около нуля. В Санкт-Петербурге мокрый снег. Ночью 2-4 ниже нуля, но днем 0 плюс 2. В Москве ночью сильный снег, метели и до 4 мороза. После полудня плюс 2-4, осадков станет меньше. В начале следующей недели потеплеет до плюс 6 и вместо мокрого снега уже дожди. О погоде все. Удачи!